Минэкономики готовятся подсчитать ущерб от коронавируса. Неделя вынужденной самоизоляции стала для региональной экономики серьезным ударом. Самые большие потери в сфере услуг. Шорт-лист предприятий, где работать можно, накануне опубликовало правительство Мордовии. В список легальных попали большие заводы, дорожники, перерабатывающие производства, ЖКХ, сельское хозяйство, банки и страхование, связь и телекоммуникация, торговля продуктами, аптеки и, пожалуй, все. Вся деятельность юридических лиц должна проходить строго в соответствии с САН и ПИД нормами. Они у всех есть, они есть у каждого предприятия, они есть у каждого работодателя, они подробно прописаны и там четко понятно, какие нормы безопасности должен соблюдать руководитель и сотрудники в юридических лицах. Это фото опубликовали сегодня в соцсетях рабочей литейного завода. Мы поясним, это очередь на проходной. Люди стоят вплотную друг к другу. Ни о какой социальной дистанции речи не идет. Вряд ли работодатель стал читать распоряжение правительства Мордовии дальше собственного разрешения на работу. Тем более, что и мер воздействия на предприятию власти исчезающе мало. И самого свирепого рекомендовать. Эти нарушения нельзя допускать. А у нас сегодня очень много видов ответственности за нарушения ПИД норм в текущих условиях. Режим самоизоляции для малого и среднего бизнеса стал настоящей катастрофой. Почти 80 тысяч человек в зоне экономического бедствия. Офисы пришлось закрыть, да и основная масса клиентов сидит по домам. Пострадавшему бизнесу в правительстве Мордовии пообещали поддержку. Но какую министр озвучить не смог. Ограничился вот таким заявлением. Правительством Российской Федерации дано поручение субъектам Российской Федерации до 8 апреля, то бишь на этой неделе, разработать соответствующие планы по стабилизации экономики и помощи бизнесу. Мы его сейчас готовим. Проходит экспертиза, просчитываются возможные убытки и меры финансового характера. Как министру, отвечающему за торговлю, Владимиру Мазову пришлось отвечать на вопрос о традиционной предпасхальной ярмарке. Не придется ли ее отменять из-за коронавируса? Будет ли пасхальная ярмарка? Коллеги, не принято пока итоговое решение. Вопрос обсуждается. Здесь все будет зависеть от того, какое мнение специалистов будет. Нужно ли делать, поверьте мне, в текущий момент здоровье людей и экономики важнее. Цены на продукты, которые медленно, но верно ползут вверх, правительство замечает и даже подсчитывает. Ценники жирнеют от 4 до 15 процентов и даже сигнализируют об этом в антимонопольную службу. Но те пока признаков сговора ритейлеров и поставщиков не обнаруживают. Оценивая ситуацию в экономике региона, Владимир Мазов предпочитает избегать слов «накаут» и «накдаун». Это скорее удар средней степени тяжести, говорит чиновник. Заметим, что это самый первый экономический прогноз от Министерства экономики Мордовии на апрель. Есть надежда, что совсем скоро Минэкономики сможет подсчитать это в цифрах, а не в силе удара. Юлия Пурнова, Александр Дюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова